События, происходящие вокруг нас, как кусочки разноцветного стекла, складываются в причудливые узоры. И о самых ярких частях этой разноцветной мозаики мы, как обычно, расскажем вам в программе «Колейдоскоп». Здравствуйте! Подходит к концу масленичная неделя. О проводах зимы подробнее мы расскажем вам в следующей программе, так как самые яркие события еще впереди. Ну а сегодня немного об истории этого праздника и о том, как Рязань готовится к главным гуляниям. Масленицы – это один из немногих народных праздников, имеющих многовековую историю, которые и сегодня празднуются россиянами. Уже в глубокой древности приход весны считался событием важным, радостным, требующим особого внимания и специальных обрядовых действий. Традиции эти сохранились и после принятия на Руси христианства. Но из десятков обрядов, существовавших в глубокой древности, сегодня нам известна лишь малая их часть. Узнать больше об истории праздника, его традициях, принять непосредственное участие в праздновании масленичной недели смогли участники конкурса «Душа моя масленица». Конкурс этот прошел в нашей области впервые и собрал более 800 участников из 15 районов Рязанской области. Как правило, в общем-то, мы стараемся занять именно детей, потому что в руках молодых наше будущее, а не зная наших истоков, будущего никогда не сотворишь. Конкурс проводился по двум номинациям – декоративно-прикладное и фольклорное творчество. Так что на торжественном подведении итогов гости и участники праздника смогли посмотреть выступления различных коллективов, а также познакомиться с уникальными куклами, которые своими руками изготавливали дети в соответствии с древними традициями. Это кукла-благодать. Это вот птица счастья, она приносит в дом счастья. Это вот ангел. Он оберегает семью. Вот. Внутри у нее гречка. И эта гречка к достатку. Вместе готовили материал, вместе изучали, потому что здесь каждый нюанс имеет значение. То есть Ваня искал веточку, именно подходящую, сделанную на березовой ветке. Потом подбирали материалы, мы их тщательно обрывали, старались минимально использовать ножницы. Связывали, завязывали. Вот его творение. Один кусочек у нас даже наизнанку вывернут. Но вообще русские люди считают, что одна вещь обязательно должна быть наизнанку от сглаза. Готовя свои конкурсные работы, ребята активно изучали и устное народное творчество наших предков, и исконно русские традиции создания кукол и масленичной обычаи. В общем, для них это был полезный экскурс в историю. А для всех приглашенных подведение итогов конкурса стало красочным и веселым праздником. Проведение творческих режиссерских мастерских в театре на Соборне стало уже доброй традицией, и в этот раз их решили посвятить театральным сказкам. По словам московского критика Павла Руднева, творческие режиссерские мастерские – возможно, не самый лучший способ делать театр. Зато они дарят прекрасную возможность познакомиться с новыми режиссерами и их видением постановочного материала. Ведь на сегодняшний день театры молодеют, и иногда возникают определенные конфликты между классическим и современным взглядом на постановки. Каждый театр, стараясь обратиться к новой драматургии и попытаться работать с молодой режиссурой, рискует, разумеется, потому что мы не знаем наверняка, каким образом город отнесется к этим текстам и к этим формам режиссуры, как отнесется труппа и так далее. Поэтому, чтобы не тратить много денег, потому что лаборатория стоит копейки в сравнении с бюджетом спектакля, можно попробовать сделать такие промежуточные финиши и посмотреть, как монтируется текст труппа и внешний режиссер, приехавший режиссер. Посмотреть, как они могут договориться между собой. И если этот контакт случился, то его дальше развивать. Творческие режиссерские мастерские, ставшие уже традиционными в театре Нособорной, в этот раз решили посвятить сказочной теме. Однако никаких теремков, колобков и подобных традиционных образов на лаборатории представлено не было. Режиссеры обратились к волшебным историям для современных детей. Работа началась 28 февраля, но 4 марта был показан первый эскиз, поставленный московским режиссером Дмитрием Кременским по пьесе Виктора Альшанского «Чудо на один день». Мне очень понравилась интонация этой пьесы. Не секрет, что частенько драматурги сюсюкают с маленьким зрителем, разжевывают ему какие-то понятия. Здесь автор предлагает поговорить практически на равных, на доступном маленькому зрителю языке, но поговорить об очень серьезных вещах. Сложности во взаимоотношениях детей и старшего поколения, урбанизация ума молодых людей. Об этих проблемах автор повествует в занимательной форме и со скрометным юмором. Так получилось, что среди зрителей детей, то есть той самой целевой аудитории спектакля, было немного. Однако создавалось впечатление, что постановка перенесла взрослых в мир детства, и те от души хохотали и громко аплодировали актерам. На сегодняшний день работа творческих режиссерских мастерских окончена. А вот войдет ли что-то из поставленного приезжими режиссерами на сцене театра на Соборной в его репертуар, решать, конечно же, руководство театра. Но, пожалуй, именно таких добрых сказок, написанных языком понятным современным детям, и не хватает подрастающему поколению. Ну а тем временем в Рязанском театре драмы прошла очередная премьера. О спектакле «Последний Ацтек» мы уже беседовали с его режиссером Сергеем Гуком в программе «Городские встречи». Ну а на предпремьерном показе нашей съемочной группе удалось увидеть, как же воплотился режиссерский замысел на сцене. В основе большинства произведений литературы, кинематографии, драматургии лежат истории взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Меняются лишь ситуации, в которые эти взаимоотношения помещены. Пьесы Виктора Шантеровича, по которой и был поставлен спектакль «Последний Ацтек», не исключение. Это история мужчины и женщины, которых судьба внезапно столкнула в современном Нью-Йорке. Хотя правильнее будет сказать, что она толкнула пожилого эмигранта из бывшего СССР под колеса машины американки Джейн Уотсон. Суд приговаривает миссис Уотсон к 80 часам общественных работ, которые заключаются в уходе за пострадавшим мистером Гальдинером. Герои вынуждены проводить время в обществе друг друга, и если сначала их отношения сводятся к постоянным руганям и пререканиям, то потом между ними устанавливается сложно объяснимая, хрупкая, но очень нужная обоим человеческая связь. Честно скажу, что хотел, интересна была современная драматургия, потому что эта пьеса написана в последних десятилетиях. И хотелось чего-то не очень тяжелого, то есть хотелось какую-то комедию. И эта пьеса нам этим критериям отвечает, но еще при этом это не простая комедия, это не то, что мы придем и только посмеемся. У нее есть много что в ней, есть какие-то там пласты, там есть предательства, там есть отцы и дети, там есть внутренняя трагедия, я вот не буду рассказывать вам до конца сюжет, но это вот за смехом, как бы пройдет там смех, мы будем к этому очень весело относиться, но остается такой сильный послевкусие, остаются в голове вот какие-то мысли и о своей жизни в том числе. Этим пьеса привлекла, за внешней формой, которая очень интересная и весело смотрится, есть содержание. Несмотря на то, что в пьесе всего два действующих лица, актерам действительно удается удерживать внимание зрителей, а современные театральные спецэффекты грамотно выделяют каждый этап развития отношений героев. Каким будет конец у этой истории, лучше узнать, посетив спектакль «Последний ацтек» в Рязанском театре драмы. Подготовка к конкурсу «Российская красавица-2016» продолжается. Все меньше времени остается до решающего дня. Степень своей готовности к рязанскому финалу девушки продемонстрировали на фэшн-весне. Начало весны традиционно ознаменовалось повышенным интересом прекрасной половины человечества к тенденциям мировой моды. Мужчины приготовились к появлению в семейном бюджете нового пункта на обновке, а магазины всячески стараются завлечь милых дам именно к себе. Узнать, что же в моде этой весной на минувших выходных можно было в одном из крупных торговых центров Рязани, где прошло мероприятие под названием «Фэшн-весна». Началось оно с выхода на подиум самых маленьких моделей, которые представили новинки детской моды. Вы знаете, в этой весной в моде яркие оттенки. Салатовый, розовый, желтый, очень красивый. Хорошо смотрится полоска. Очень ярко, интересно надежно смотрится. Вот во многих магазинах мерили, в коллекции была. А еще, пожалуй, у девочек модно будут юбки. Пышные, с ботиной, яркие, чтобы они были такие милые девочки. Первая часть праздника была полностью посвящена детям. Они с интересом наблюдали за своими сверстниками моделями, сменяющими друг друга на подиуме, и с удовольствием смотрели творческие номера, которые подготовили рязанские танцевальные и вокальные коллективы. Ну а тенденциями детской моды, наверное, больше интересовались родители, которые в последнее время стали чаще обращают внимание на то, насколько модно одет их малыш. Вы знаете, я думаю, сейчас многие обращают внимание, родители. Есть даже такая тенденция, иногда некоторые бренды делают, создают коллекцию для мамы и дочки. То есть это из одной ткани, два разных платья, но они в одном стиле, и на мероприятие они приходят две одинаковые. Например, есть такая тенденция. Очень, кстати, интересная и красивая. Во второй части праздника уже взрослые модницы смогли оценить новые коллекции ведущих торговых марок. Ну а представили их не просто модели, а участницы рязанского этапа конкурса «Российская красавица-2016». Напомним, что за звание самой красивой девушки Рязани борются 25 конкурсанток в возрасте от 16 до 25 лет, которые уже прошли кастинг и сейчас ведут активную подготовку к региональному финалу. Мы посещаем стоматологические клиники, мы посещаем спортзалы, мы стараемся лить за своим питанием, за своим внешним видом, естественно, больше спать, если это получается, конечно. Вот как раз накануне этого мероприятия девушкам выспаться не пришлось. До поздней ночи они репетировали дефиле в купальниках, которые, кстати, представили на фэшн-навесне. Для девчонок это большая генеральная репетиция перед мероприятием 18 марта. Они смогут попробовать себя именно в том дефиле, которое будет представлено уже непосредственно на самом шоу. Уже то, что девушки прошли кастинг, значит немало. Но что же все-таки важнее для них – участие или победа? Конечно же, для любого участника будет важнее победа. Главное – участие, но, конечно, хочется победить. Я думаю, каждый из нас считает себя лучшей. Я думаю, важно и то, и другое, потому что победа – это хороший стимул, а участие – это опыт. Напомним, что узнать, кто же будет представлять наш город на финале конкурса «Российская красавица-2016» в Москве, уже в апреле этого года можно будет 18 марта в клубе «Дип». Организаторы обещают, что будет интересно. Традиционно март в нашем сознании ассоциируется с началом весны, международным женским днем и котами. Вот как раз последним и посвящена традиционная выставка, которая открылась в галерее «Палитра». Уже в шестой раз мастера и мастерицы Рязани к первому весеннему месяцу готовят работы, посвященные котам и кошкам. Первая выставка-ярмарка под названием «Коты. Март» прошла в художественном салоне «Палитра» в 2010 году. Тогда идея посвятить выставку одному из самых излюбленных и почитаемых животных во всем мире пришла организаторам спонтанно и, как мы видим, прижилась. Как один товарищ сказал «А что же вы не выставляете котов?» У меня очень запомнилась фраза, я ее часто повторяю. «Народ кошков любит». Вот именно такими словами. И действительно, вот первый раз мы, когда выставку провели, поняли, насколько это востребовано, насколько этих животных люди любят, и насколько это востребовано в том числе и как изделие хендмейт. Несмотря на то, что тема выставки из года в год не меняется, она всегда получается разной и необычной. Связано это с тем, что, во-первых, выставка очень демократична, и принять участие в ней может любой желающий, даже маленький ребенок. Ну а во-вторых, организаторы не предъявляют абсолютно никаких требований к профессиональному уровню участника. Каких-то квалификационных отборочных требований нет вообще. Единственное, что мы не обещаем выставить все работы, которые нам люди принесут. Но если автор принес 10 работ, то хотя бы одна точно будет стоять в витрине. Кроме того, каждый раз меняются техники представленных работ. В один год была популярна полимерная глина, в другой – декупаж. В этот же раз превалируют сшитые и сваленные работы. Здесь можно и чехол для телефона найти, и самые разнообразные фигурки котов, и даже сумки с изображением этих милых животных. Выставка «Коты. Март» будет работать в художественном салоне «Палитра» до 27 марта включительно. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова